Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы с вами поговорим о неосуждении. С вами протерей Кирилл Иванов на канале «Спас вам обо всем» и «Мысли на каждый день». Сегодняшнее евангельское чтение – это 27-е зачало от Луки. Оно начинается такими словами «Не судите, да несудимы будете». Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам. Мирую добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную осыплют вам в лона ваше. Ибо какую мирую мерите, такое уже отмерится и вам. И вот о неосуждении. Почему мы с вами не должны осуждать наших ближних? Ну, во-первых, просто потому, что Господь нам это заповедовал, сказал «Не судите, да несудимы будете». Это самый простой путь войти в Царствие Небесное. Мы с вами проживем жизнь, никого не осудим, и нас тоже Господь не осудит. Но почему-то оказывается, что это очень сложно для нас. Когда я учился в семинарии, однажды один семинарист, все семинаристы по очереди, некая череда есть в семинарии. И вот в рамках занятий по гомилетике, по искусству проповеди, каждый студент выходит иногда на вечернем или утреннем богослужении и произносит проповедь. Она записывается и потом оценивается. И вот один семинарист вышел и сказал «Дорогие братья и сестры, о чем мы с вами говорим? Ведь если мы с вами никого не будем осуждать, нам ведь и говорить будет не о чем. Аминь». И удалился. Всего несколько слов сказал, но такая вот яркая проповедь получилась, да? «О чем мы говорим? Только осуждаем других». Так вот, что мне хочется в связи с этим сказать. Мы с вами предвзято относимся к себе и предвзято относимся к ближним. Себя мы щадим, а ближних нет. Мы должны понимать, что Господь нас может осудить в любом грехе, даже в том, которого мы не совершали. Если мы не совершали убийства, мы можем быть осуждены Богом как убийцы. Если мы не блудили, мы можем быть осуждены как блудники. Если мы с вами не воровали, мы можем быть осуждены как воры. Удивил я вас? Почему? Почему Господь нас может осудить за эти грехи? Да просто потому, что не мы с вами выбирали семью, в которой мы с вами родились. Если бы мы с вами родились в семье вот того убийцы, мы бы убили гораздо больше людей, возможно. Если бы мы родились в семье вот того наркомана, мы бы не только сами наркотиками кололись и боролись, кстати, при этом, как он с этой страстью. Но мы бы еще других на иглу подсадили. Если бы мы родились в семье вот того вора и негодяя, то мы бы с вами еще больше делов наделали, еще больше людей и банков обворовали, понимаете? Мы не знаем, как бы мы поступили на месте тех людей, которых мы с вами осуждаем. Мы не знаем всех тех обстоятельств, их жизни, в которых они выросли, которые сподвигли их совершить тот или иной поступок, тот или иной грех, то или иное злодеяние. Если бы мы оказались на их месте, именно на их месте, не вот такие, как мы сейчас, хорошие, как нам кажется, а если бы мы родились, выросли в тех условиях, в которых они выросли, мы бы совершали дела еще хуже, наверное. Мы этого не знаем. Поэтому, если мы их осуждаем, когда мы с вами предстанем пред Господом, Господь скажет, смотри, как твоя жизнь развивалась бы на месте того человека. И мы с вами увидим, что наша жизнь была бы еще хуже. И Господь скажет, ты его осудил, и я тебя тоже осуждаю, потому что ты пальцем о палец не ударил для того, чтобы стать лучше по отношению к тому, какой ты был. По отношению к тому, какие задатки в тебя были заложены при твоем рождении. Если бы тот человек родился на твоем месте, которого ты осуждаешь, он бы уже святым был, потому что он боролся со своим грехом, со своей страстью к алкоголю, к курению, к матершинной брани, к наркотикам или еще к чему-то. А ты ни с чем не боролся. Ты считал, что ты замечательный и осуждал других. Это первое. Ну и второе, мне бы хотелось бы вам сегодня рассказать историю, может быть, многие из вас ее знают, но не лишним будет ее еще раз вспомнить. Историю, повесть о монахе, который никого не осудил. Ее излагает преподобный Иоанн Лествичник в своей «Лествице». «Лествица к Богу», «Лествица борьбы с грехами» и «Лествица добродетель», «Лестница», да? Вот эта книга является настольной книгой многих монахов и многих благочестивых мирян. Всем советую ее почитать. Каждая глава посвящена разбору какой-то добродетели или какого-то греха, какой-то страсти. И вот он рассказывает про монаха, который никого в жизни никогда не осудил. Монах вел нерадивую жизнь и вот застал его час смерти в таком состоянии. Он лежит на смертном одре и радуется. Лицо его сияет. Братья видят это, собираются вокруг него, вокруг его смертного одра и говорят, «Брат, скажи нам, почему ты такой радостный, почему лицо твое сияет? Как будто ты ждешь какой-то награды с небес. Мы ведь все знаем, как ты жил здесь. Ты вел нерадивую жизнь, на службы опаздывал, подвиги никакие особые не совершал, вел рассеянную такую невнимательную жизнь. Чему же ты сейчас радуешься? Сейчас час смерти близок, час суда над тобой, а ты лежишь такой радостный и довольный, и сияешь». И этот монах отвечает, «Да, братья, действительно, вы правы. И я знаю, что я вел рассеянную невнимательную жизнь. Тяжело мне было, тяжело мне все это давалось. Но я в своей жизни никого никогда не осудил. И вот мне только что предстал ангел с огненным взором. Он держал в руке рукописание список моих грехов, показал мне на них и спросил, знаю ли я, что это все мои грехи. И я ответил, «Да, я это знаю, но я надеюсь единственное на милость Божию». Господь сказал, «Не судите, да не судимы будете». И я в своей жизни никого никогда не осудил. И я надеюсь, что милостивый Господь и меня тоже по своему слову не осудит. И ангел сказал, «Да, и я знаю, что ты никого не осудил, и за это тебе все твои грехи прощаются». И всю хартию, весь список его грехов разодрал. Поэтому, говорит, я лежу сейчас и радуюсь. И вот он в этой духовной радости отошел в мир иной. Поэтому, дорогие друзья, и я вам всем желаю, нам всем желаю, чтобы мы с вами никогда никого не осуждали. Храни всех Господь. Субтитры создавал DimaTorzok